Астероидная кометная опасность Со всем этим приходилось сталкиваться И вот это мы, конечно, называем проблемами Потому что действительно Проблемы есть, никуда от нее не деться А вот что такое астероидная кометная опасность? Кто ее вообще придумал? Дело в том, что вот да Хочу заострить особое внимание Оказывается, на дорогах России За год погибает около 30 тысяч наших граждан Погибает, становится коллегами Это ужасно Это сопоставимо с каким-то локальным конфликтом Вот это проблема, которую мы все Прекрасно осознаем и ощущаем А вот астероидная кометная опасность Разве мы вспомним, чтобы когда-нибудь Упал на нас астероид И сделал нам какие-то проблемы причинил Или кометы Почему же тогда, интересно, этот вопрос Так вот активно обсуждается И самое главное, конечно Сегодня мы во всем с вами разберемся Но цель моего выступления Не напугать Потому что я на самом деле Никогда не угоню за нашими средствами массовой информации Они это умеют делать более профессионально Вот Мы сегодня просто разберемся А потом каждый из вас решит для себя А действительно ли была такая проблема Или это все придумано Для того, чтобы вот всех нас сегодня здесь собрать Посмотрим следующий слайд Итак, вот как история вопроса И понимание вообще всего, что происходит в космосе Как все начиналось На самом деле, конечно, небесные тела всегда привлекали человечество Небесные светила Мы знаем, астрономия Это достаточно древняя наука И интересная очень И люди постепенно накапливали знания Представления о космосе Постепенно люди узнали, что есть звезды Есть планеты Есть солнце Разные светила еще Но и кроме того Еще узнали, что в нашей солнечной системе Существует целый класс тел Которые называются малые тела солнечной системы Давайте посмотрим на следующем слайде И когда их постепенно начали изучать Уже поняли тогда, что оказывается Не только планеты нас окружают И их спутники А вот еще и их целый класс малых тел Так называемых И вот Сталкиваться с этими телами Нам приходится достаточно часто Посмотрим следующий слайд Там классификация И определимся Что мы понимаем под малыми телами Итак, космическая пыль Все такое, зная термин Это твердые частицы Которые имеют размер меньше 1 мм Их достаточно много Дальше уже по размеру Идут так называемые метеороиды То, что идет выше 1 мм И до 100 метров В размере Это тоже Мы сейчас говорим о твердых частицах Силикатных После этого После 100 метров Уже по классификации Идут так называемые астероиды И там уже Все заканчивается малыми планетами Которые уже имеют около 1000 и более километров В своем размере Все это населяет нашу солнечную систему И на самом деле тоже малые тела солнечной системы Куски льда Здесь может быть не совсем точные Она на самом деле Не так эффектно выглядит Может быть Вообще кометы называют Светящееся ничто По сравнению Потому что на самом деле Окажись возле ядра Светящей кометы Даже с большим ее хвостом Который эффектно так выглядит издалека Мы ничего такого там не увидим Потому что Плотность вещества Которая находится вокруг кометы Которая даже испаряет вокруг себя Вещество Ничтожно мала И поэтому глаз наш ничего не увидит Все прекрасно Вот как раз наоборот Прекрасно видно на расстоянии Кометы Это тоже тела солнечной системы Так называемые малые тела И вот теперь поговорим о том Можно следующий слайд Посмотрим Что же Они для нас могут представлять Какую вообще опасность И откуда берутся эти мысли Итак Для того чтобы представлять себе Солнечную систему Я предлагаю На модели Все прекрасно всегда понимать Когда что-то видишь перед собой Вот это модель нашей планеты Вид со стороны Тысяча километров Уменьшены до одного сантиметра Вот 12 сантиметров Этот глобус имеет размер И мы сейчас поняли Вот он наш масштаб Планету нашу поместим сюда При этом Луна будет иметь Размер вот такого шарика Ну на самом деле Если более быть точным Он должен быть 36 миллиметров С небольшим здесь 40 Но это не важно Этого все равно непонятно Но достаточно убедительно сопоставимо Для того чтобы мы могли Представлять расстояние Между этими объектами Этот шарик следует отнести Так если мне хватит микрофона И положить его Ну вот на этот столик Пусть Луна здесь у вас побудет Мы помним расстояние Между Луной и Землей В среднем составляет 384 тысячи километров Ну в нашем случае 3 метра 80 сантиметров Наверное где-то так оно и есть Вот система Земля-Луна И теперь мы уже Кое-что себе начали представлять Дальше разместим В этой системе Солнце Все на самом деле наглядно Потому что мы же с вами И понятно мы же поняли Один сантиметр Это тысяча километров Сейчас уже и каждый Сам может посчитать Где может находиться Солнце при этом Ну Солнце понятно Будет находиться В расстоянии Полутора километров От этого места Все помнят Такой торговый центр Галерея Новосибирск Прекрасно Прекрасно Вот Солнце как раз Будет находиться Возле его входа Под Убальдису Перед началом этой беседы Я все проверил Итак Солнце действительно Находится там При его размере 1,4 миллиона километров Это будет шар Высотой в 14 метров Вот такое Солнце Находится там Вот Земля здесь И Луна вот здесь Планеты которые Также будут располагаться Между нами Конечно нас сейчас Будут меньше интересовать А вот пояс астероидов То откуда Как раз все к нам И прилетает В большинстве своем Потому что есть еще И другие источники Малых космических тел Он будет находиться На 1 На 4,5 Астрономические единицы От нашего Солнца Чтобы посчитать Это получается 4,5 километра От галереи Новосибирск И так вспоминаем Другой торговый центр Гигант на левом берегу Остановка лесоперевалка Вот именно там Примерно будет граница Того самого пояса астероидов А теперь о скоростях Да действительно Все движется Все перемещается И вот мы тут написали Миграция Потому что все всегда Находится в движении В космосе Все не так просто Для того чтобы понять Масштабы движения Тоже зная скорости планет Мы переведем их В нашу систему И все будет понятно И так планета Земля Несется со скоростью 108 тысяч километров в час То есть соответственно Через час нашей беседы Я должен буду ее передвинуть Вот примерно вот сюда Ну и конечно же Космические скорости Еще выше Но Сейчас Нас это не интересует А вот Скорость света При этом Давайте пофантазируем А как при этом В нашей системе Будет выглядеть скорость света Ну да Раз регламе Такое сначала я говорю А вы слушайте Я забыл У нас иногда бывает Такой формат общения Скорость Напоминаю Скорость света 300 тысяч километров в секунду Переводим в нашу Систему Получается 300 сантиметров У нас Она должна В секунду То есть в нашем случае Это получается Скорость велосипеда Почти 11 километров в час Вот представьте себе От галереи Новосибирск Велосипедиста Скорость 11 километров в час Едет сейчас сюда Это свет Который к нам несется И мы его Примерно через 8 минут Здесь с вами увидим Понятно что Такую скорость Может себе позволить Только свет Ну может быть еще Гравитационные волны Мы про них пока мало знаем Вы знаете Недавно открытие такое Было интересное Вот Узнаем все И потом расскажем Вот Но свет имеет Самую большую Как мы считаем Пока скорость во вселенной А все остальные тела Движутся куда Конечно меньше И вот эти все Малые тела Солнечной системы Вот представим Теперь себе Это расстояние И магазины Все эти наши Почему я именно выбрал магазин Не знаю Вот Но почему так получилось Все на самом деле Двигается Ползет И самое интересное Влияет друг на друга Царица всех сил Гравитация Давайте посмотрим Следующий слайд Заставляет тела Мигрировать И тела Солнечной системы И конечно Взаимодействуют Если где-то есть масса Это Ньютон еще определил Значит эти массы Будут взаимодействовать Земля взаимодействует С нами Мы с Землей У нас разные массы Мы к себе тоже Землю притягиваем Но это ничтожно мало Считается Что это Земля Нас к себе притягивает Но это все Школьный курс Мы это помним Итак Значит В Солнечной системе Поскольку Движение происходит У нас С определенной Периодичностью Тела могут влиять Друг на друга При этом мы вспомним Что еще Чем тело дальше Находится от Солнца Тем оно Медленнее движется Тоже по законам Кеплеров И чем ближе Тем соответственно Вращается быстрее Малые тела Могут влиять Друг на друга И из-за этого Астероиды И также Метеороиды А правильно говорить Метеороиды Именно Вот то что падает На нас Это не метеорит падает Это метеороид падает А вот когда он уже упал И мы посчастливилось Нам его нашли Это он уже Вот тогда называется Метеоритом Поэтому метеороиды Да Вспоминаем С одного миллиметра До ста метров Вот такой вот большой класс Все они Претерпевают изменения Так еще Это называется Трансформация Орбит И иногда Эти тела Могут друг с другом Сталкиваться Они сталкиваются Друг с другом Выпадают На другие планеты На их спутники Все мы видим Что луна Вся изуродована Ну или Будем Оптимистами Украшена Замечательными кратерами Кстати кратер Переводится как Чаша Ну потому что Видимо напоминает Это из греческого Это пошло И соответственно На землю Это тоже Когда-то Что-то Выпадало Все мы с вами Прекрасно Помним Из школы Из детства Да и вот сейчас Тоже немало Говорят о том Что произошло Мезозойскую эру Массовое вымирание На самом деле Грустно Себе Представить Что оказывается Несколько Наша земля Пережила Вымираний И самое Это чудовищное Было Не 65 миллионов Лет назад В эпоху динозавров Это просто Доказано И подтверждено Что это действительно Метеоритного Происхождения Было Вымирание А вот как раз Именно 252 миллиона Лет назад Самое Опустошительное Вымирание До 90% Жизни Видов Которые тогда Населяли нашу планету Погибло Представьте себе Человеку за этим Не угнаться Человек за свою историю Погубил Около тысячи видов Вот вымерли Животные Растения Насекомые Но их всего Тысяча Сейчас на планете Живет Около 8 миллионов Видов Так просто Для справки Но Нас конечно Это не должно Сильно оптимизировать Мы не должны Губить ни один вид Но я говорю Банальные вещи Это все мы Прекрасно знаем И так вот Здесь вот Данная картинка Демонстрирует Так называемый Метеорит Динозавров А почему Именно Метеорит Почему Именно Считается Что вот именно Космического Происхождения Была трагедия А оказывается Вот и в отложениях Того периода 65 миллионов лет назад По всей земле Одновременно Вот Геология Это как книга Нашей планеты Мы ее смотрим По слоям И знаем Что в какой период Происходило Засухи Наводнения Ледниковые периоды И так далее Так вот Везде С отметкой Так будем говорить 65 миллионов лет Встречается Небольшой слой Вещества Которое На самом деле Очень редкое На земле Это иридий И он не может Так вот везде Одновременно Встречаться Да еще и в одном слое Возникло предположение Что это скорее всего Оно преднесено Космическим образом Ну а также Окаменелости Показали всем Что действительно Произошло Вымирание 65 миллионов лет назад Да уже нашли Кратер Который как раз Сейчас на территории Современной Мексики Находится И считается Что именно Его размеры Как раз и могли Вот Говорить о том Что эта катастрофа И возраст Что эта катастрофа Как раз унесла Жизнь многих Рептилий Того времени Кстати сказать Погибло Около 70% Видов Которые Населяли планету В то время Ну вот Это как бы Не самая масса Но тем не менее Драматичная Такая катастрофа 65 миллионов лет назад Так Значит Это уже еще Одно доказательство Того Что все таки Что то нам Можно ожидать Из космоса Вот мы только что Говорили что Тела то на самом деле В общем то Достаточно далеки И где то там Этот торговый центр И где то там Эта крошка летит А кстати о размерах И так сейчас Можно уже точно Говорить о том Какие размеры Метеоритов Вот этих Космических тел Или правильно сказать Метеороидов Или астероидов Могут привести К той или иной Катастрофе Вот считается Такая есть статистика Можно следующий слайд Если там это есть Да Это уже следующий Рассказ Ну пока Поготовимся к нему Немножко расскажу И так Если космическое тело Которое имеет Размер небольшого Грецкого ореха Там с ладонь Может быть с кулак Или с арбуз Несется на нашу землю Бояться его не надо Оно красиво Погорит в атмосфере Мы скажем Олетит Метеор Вот еще один термин Метеор Или болит Есть такое Когда тело большое И при этом еще есть звук Вот в чем отличие То это как раз Никакого страха Нам можно не испытывать Потому что Тело до 10 метров Практически полностью Останавливаясь в атмосфере Теряет свою энергию И его удар по местности Наносит ущерб Как еще говорят Соотносимый С его собственными размерами Ну упал на автомобиль Разбил автомобиль чей-то Или там на дом упал Расломался дом Вот Потому что энергия Его сильно-сильно утратилась Да он летел Со скоростью 20 км в секунду Примерно с такой скоростью Все падает И на Луну И на Землю В наших вот тут окрестностях Но вся скорость Его утратилась А маленькие крупицы Вообще тормозятся настолько Что они С высоты 20-25 км Просто себе падают Нам на голову Как будто Свободно сброшены Откуда-то Каким-то хулиганом С самолета камни И поэтому их легко Находят в песке Вот например Известно что Многие образцы Да и у нас планетарии Они найдены в пустынях Потому что в пустыне Километры песка И вдруг Чего-то лежит В ямке Ямка по-научному Называется кратер А вот тот черный кусочек Который там находится Называется Метеорит Уже его находят Сдает музей Туда продает Но мы к этому отношения Не имеем Здесь есть образцы С которыми я вас познакомлю Это наши Ну или мои семейные Ну наши будем считать Экспонаты Про каждый расскажу Они тоже о многом расскажут Метеоритов здесь нет Мы их не повезли Потому что Они хранятся у нас в музее Лучше приезжайте к нам Привезем сюда Тогда к нам никто не приедет И мы об этом даже И думать не желаем Что к нам никто не приедет Вот Тогда настоящие метеориты У нас выставлены Итак Какие же псела Могут нанести Какой ущерб нашей планете Мы знаем Что Теперь мы знаем Что метеороид Размером до 10 метров Останавливается В атмосфере Падает И сильного ущерба Никакого не причиняет Говорить мы будем О тех объектах Которые имеют Размер свыше 10 И вот уже к 100 метрам Это уже конечно Действительно Размеры Которые способны Сохранить свою Высокую энергию И передать ее В виде тепловой энергии Здесь уже на земле И вот А конкретным примером Как раз является Тунгусский Как его раньше называли Метеорит Комета А теперь правильно называть Тунгусское космическое тело ТКТ Почему? Да потому что Как утверждают Что это метеорит Так Метеороид Так С такой же Абсолютной вероятностью Можно утверждать Что это комета была И тут как бы Пока никто ничего не доказал Поэтому космическое тело Так решили назвать Мы знаем Что это событие Произошло Были очевидцы Их опрашивали Что это действительно Космического происхождения Событие И никакой не Тесла Я смотрел тоже этот фильм Как и все многие Наверное Американские Там все говорили Все свалили на него И что он там Свои опыты Где-то на другом конце Земли стоял А тут аукнулось Потому что Какие-то магнитные поля И так я про это Это я цитирую фильм Это не моя позиция Конечно Нужно быть грамотным Человеком Чтобы разбираться В этих вопросах И не позволять Себя вот так вот Вводить в заблуждение Действительно Это было космическое тело Оно неслось И все вот Чабаны Там кто работал Ну там они называются Пастухи-олени Оленеводы Кто-то был в чумах Там повредились Значит Стены Кто-то испытал Жар на лице Когда вот эта Вспышка пороха Происходила То есть действительно Космического происхождения Очевидцы были И тут никуда не денешься И вот считается Что при той мощности Взрыва Считается Что там от 10 Ну точно не посчитали До 50 мегатомм Был взрыв Тело могло иметь Около порядка 50 метров В размере Тело не долетело До земли Нет кратера И более того Над местом Где произошел Вывол деревьев Над его эпицентром Деревья как раз Не были повалены Они просто стояли Ровно на месте Вот это как раз Говорит о том Что ударное Тело Взрыв Произошел В воздухе На высоте Там Ну от 5 до 10 Километров Есть такие данные Вот гигантский Вывол деревьев Пожары Конечно И вот это событие Конечно всех Потрясло Взволновало Но в то время Еще советской власти Не было Которая уже Вот при том Как появилась Советская власть Были уже тогда Только организованы Туда экспедиции А там уже лет 10 Нет больше Там уже около 20 лет Прошло Вот Не нашли До сих пор что-то ищут Вот на том месте Кстати часовня стоит Может кто-то Когда-нибудь туда На вертолете залетит Интересное место Туристы туда Собираются съездить Вот Никаких свидетельств Того что тут была Катастрофа Уже все постепенно Заросло Там болото У нас был прославленный Наш исследователь Кулик Который не смог Найти тоже никаких Доказательств Там они откачивали Воду из этих ям Из кратеров Что-то искали Там он большое Разочарование испытал Когда думали Что там действительно Фрагмент Ну так Прозондировали Что-то твердое Выяснилось Что там пень был Вот Но этот человек Действительно отдал Много сил И вот по-моему Он в Великую Отечественную войну Погиб Он отдал много сил Для того чтобы найти Установить правду Но ничего По крайней мере Ну какой-то вклад Был внесен Но доподлинно Мы до сих пор не знаем Можно следующий слайд Ну это конечно Не единственное событие Которое происходило На нашей планете Вот такого масштаба Они были и раньше И вот здесь Вот как раз показаны Такие наиболее характерные В Сибири Вот Попегайский кратер Всем известный Который собственно Породил целое Алмазное месторождение Представьте себе Алмазы к нам Можно сказать Свалились на голову Счастью что нас В это время не было Потому что была Гигантская катастрофа Это был Попегайский кратер Ну вот от его Высокой температуры И давления Так переродилась Порода Что оказывается Даже там Некоторые элементы Приняли решетку Кристаллическую Алмазов И вот эти алмазы Но они к сожалению Не идут как украшения Они идут как технические Ну вот в России Такой подарок Судьбы Оказывается есть Видите По всей земле И есть определенная Статистика Что чем больше Количество кратеров Тем они Меньше по своему размеру То есть убывание Размера кратеров Возрастает количество Увеличивается размер кратера И их количество Снижается Это приятно Что не наоборот Можно Следующий слайд Да Это выводы Которые мы еще Конечно сделаем Ну а теперь Вот еще Немножечко Я теперь расскажу О вот этих экспонатах Итак Метеорит мы По всяким разным причинам Не привезли Они у нас есть Поверьте А вот здесь У нас есть Образец Вот такой вот Интересный Из кратера Жаманшин Это в Казахстане Наши друзья из Омска Туда ездили Около миллиона лет назад В это место Ударилась комета Был большой взрыв И кратер появился Размером Около 15 километров Теперь там У них национальный пар В Казахстане Ну вот наши ребята Ездят и что-то там Находят всегда Там можно найти Тиктиты Это интересная Такая расплавленная порода Которая взлетела Высоко вверх Расплавилась И в виде капель Падала на землю Вот такие капельки Очень большие У нас есть В геологическом музее В Академгородке Там просто прекрасные Вот эти тиктиты Кстати здесь Неподалеку Музей Рериха Если кто-то Зайдет Посмотрите У них прекрасные Тоже там Хоть и маленькая Но геологическая выставка Очень интересная Там есть И вот там тиктиты Тоже представлены В виде таких вот капель Смоленистых Вот Очень красиво выглядят А вот это называется Леш-ательерит Это Вспенившийся кварц И так Представляю кварц Вот он так выглядит Земной наш минерал И достаточно распространенный В земле Одна из разновидностей Горный хрусталь Кровас лишенный примеси Он как стекло Поэтому назвали Хрусталь От греческого Кристалла Кстати появилось Потом Что значит Лед Потому что считали Что это Застывший лед Который окаменел И просто не тает Потому что он Много лет провел В земле Ну на самом деле Это камень Потом уже разобралась Наука Что никакого Это не лед И так вот он кварц И вот Ни у кого нет сомнений Что в этой чашке С водой он утонет Потому что это камень Да А вот здесь Вот этот вот Самый вспенившийся кварц Посмотрите Может быть тут видно А вообще можно подойти И всем желающим Посмотреть Потрогать Прикоснуться щекой Загадать желание Эти священные камни Много могут Много умеют И так внимание Сейчас мы проводим Эксперимент Который раньше себе Никогда не позволяли Вот этот камень Никогда в жизни Не клал в воду Ну говорят Что он должен плавать И так смотрим Если это не так Я не знаю Что мне делать Слушайте А он плавает Потому что Он весь пористый Ударная волна Прошла сквозь него Он мгновенно Превратился в пену И мгновенно Застыл И вот такой вот Интересный образец У нас есть еще больше Этот случайно Откололся Я его Случайно взял Я его вернул Все таки она вертится А вот это Вот тоже Интересный фрагмент Вот это уже моя находка Я нашел ее В Забайкарье Мы там путешествовали На Каларском хребте Там много потухших вулканов Вот мы с туристами Нашими Наши находили Вот такие камни Это базальт Который По сути там Варился в вулкане А потом попал в воду И вот так Красиво застыл Здесь вот эти Кавитация Пузырьки Калупо Вот полость Значит Вот эти пузыречки Как раз и есть Что он провел Время в воде Когда застывал А то что он полукруглый Это там река Как бы горная была Мы там ее нашли А один парнишка Нашел с дыркой Продел веревку И надел на шею Как талисман Вот с таким вот ходил Это просто показывает Что вот Делают высокие температуры Итак Ну а вот это вот тоже Из интереса Вулканическое стекло Конечно Такой Примерно такой вот Материал Можно встретить На местах падения Вот этих гигантских Астероидов Когда все плавится Все разлетается Ударная волна Все разрывает И вот Ну это обсидиан Это вулкане произошел А вот похожего Плана Вот встречаются Действительно породы В местах Где вот такие кратеры Метеоритного происхождения Имеют место Тоже посмотрите Очень интересный образец Это черный Он с примесями Потому что Очень острая кромка Древние люди Использовали Как ножи Тут можно Даже операцию Американцы проводили Такими Как индейцы майя Они проводили эксперимент Ну про это я потом Чтобы не выйти Из нашего регламента Хочу как можно Больше интересного рассказать Вот Итак По поводу защиты От астероидов Которые Как мы поняли Оказывается Могут иметь Для нас Какую-то значимость Тунгусское событие Оказывается Предсказывается Раз в 300 лет Вот И поэтому Сто уже прошло Как это кажется Да Эта проблема есть Да Так какая же Как и автомобильная Катастрофа Как землетрясение Так же Как и там Может быть Какая-то Супружеская измена Это тоже проблема Но мы о ней Будем говорить Как бы в будущем И это задел Вот именно сейчас Мы может быть Формируем Какой-то задел На будущее Люди Которые Когда-то Строили города Электростанции Тоже знали Что не они Будут пользоваться этим А потомки Вот мы сейчас С этим с благодарностью Всем пользуемся И так же И сейчас Если мы будем Что-то делать Для того Чтобы защититься От метеоритов От астероидов Правильно сказать А кстати Так для справки Астероид Размера в тысячу Простите В один километр Ни одним ядерным оружием Всей планету Уничтожить нельзя Подумайте Почему Ну потому что Отвечу сам В космосе Совсем другие условия Там ядерное оружие Будет действовать Совсем по-другому Что там с ними делать Надо думать Но по поводу Прогноза Астероидной опасности Тоже сейчас Никаких нет Про Челябинский Не стал говорить Про это все слышали Много раз Но вот на самом деле За несколько недель А то и часов Можно только Прогнозировать Это событие Поэтому когда все Там говорят Друг на друга А вот вы там Просмотрели Военные просмотрели Или вы ученые Все друг на друга Валят Военные говорят Мы вообще на ракеты Смотрим Это не ракета Какие к нам претензии Вот это вы просмотрели На самом деле Все просмотрели Нет Нет сейчас службы Которая бы Четко бы говорила Когда Откуда ждать Американцы вкладывали В это деньги Космическая стража Проект Ну чем мы занимаемся Ну Пулковская обсерватория Казанский университет Немножко в этом работает Каталогизирует Наблюдают Записывают И вот на этом Все как бы успокаиваются Да Наблюдают Так за Челябинским Тоже наблюдали У него есть открыватель Который ему присвоил Или номер И этот астероид Простите Метеороид По сути всегда болтался Там Пока не прилетел Да дело в том Что происходит Трансформация орбит Юпитер наш замечательно Этим очень прекрасно занимается Он меняет их траектории И по сути Отправляет их в сторону Солнца А это значит В нашу сторону Любуемся Юпитером Говорим А ты там Не сильно Не шалим Дорогие друзья И так Хотел бы завершить Прекрасное наше Нет Это вы сами скажете Прекрасное выступление Я что-то про другое Я хотел завершить Своё выступление тем В старой доброй сказке Говорится И жили они долго и счастливо И умерли в один день Внимание Давайте жить долго и счастливо Про смирь не будем говорить И лучше в разное время Вам кого как Получится Вот Давайте жить долго и счастливо Спасибо большое за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому